Время говорить Школьным сочинением быть Журналистам рассказали, как будет проходить выпускной экзамен по русскому языку и литературе Этнотеатр в Рязани Начались гастроли Московского историко-этнографического театра А теперь обо всем по порядку И начнем с нерадостных событий Вчера на улице Есенина произошло сразу два трагических случая Причем в каждом из этих двух дорожно-транспортных происшествий погибли пешеходы-женщины Первое ДТП произошло в понедельник утром рядом со зданием Дворца детского творчества Здесь автобус ПАС сбил 86-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода Автобус двигался со стороны площади Театральной в сторону улицы Грибоедова По полосе движения, предназначенной для маршрутных транспортных средств И перевозил пассажиров торгового центра Пожилая женщина переходила дорогу слева направо по ходу движения автобуса Водитель, заметив пешехода, применил экстренное торможение Однако наезда избежать не удалось В результате происшествия пенсионерка получила серьезную черепно-мозговую травму От которой скончалась до приезда скорой медицинской помощи А второй смертельный случай на улице Есенина произошел вечером около остановки завода САМ Здесь 24-летняя девушка переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 39-летний водитель, управляя автомобилем Вольцваген Не увидел вовремя пешехода и не успел остановиться перед переходом В результате чего совершил наезд От удара девушка получила травмы несовместимой с жизнью и скончалась на месте ДТП Трагические смертельные случаи на улице Есенина в последнее время стали как-то пугающе регулярными Основной причиной совершения наездов на пешеходов большинство водителей называют Именно неожиданный выход людей на проезжую часть Инспекторы советуют, а особенно в темное время суток, быть бдительным как автомобилистом, так и пешеходом Каждый четвертый наезд происходит на пешеходном переходе Однако более половины происшествий происходит по вине самих пешеходов Основными нарушениями, которые допускают пешеходы Это является переход проезжей части в неустановленном месте Неподчинение пешеходов сигналом регулирования И также нахождение пешеходов в состоянии опьянения Сотрудниками госавтоинспекции за 10 месяцев было выявлено более 10 тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов В общем, чтобы сохранить свою жизнь, надо быть предельно осторожным Потому что потерять ее, как выясняется, не так уж и сложно Например, рязанские следователи сообщили о раскрытии жестокого убийства женщины, произошедшего 3 ноября Оказывается, все началось, как это часто происходит, в застолье Потом возникла ссора, в ходе которой главным аргументом в споре стал кухонный нож Благодаря грамотно спланированным и своевременно проведенным следственным действиям А также оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников правоохранительных органов По горячим следам была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления Им оказался ранее неоднократно судимый, 47-летний житель города Рязани, знакомый погибший Он уже дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего Так, с его слов, в ходе распития спиртного между ним и хозяйкой квартиры возникла ссора Подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом в область шеи и скрылся с места происшествия По дороге он выбросил нож Впоследствии предполагаемое орудие убийства было обнаружено следователями В ходе осмотра территории с применением современной криминалистической техники Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия Которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления А также сбор и закрепление доказательственной базы По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого Уже избрано мера пресечения в виде заключения под стражу Расследование уголовного дела продолжается Следующий репортаж – это очередной рассказ о коммунальных проблемах простых горожан В нынешнем случае уже долгое время жители верхних этажей многоквартирного дома С символичным номером 13 по улице Держинского Не могут найти управу на свою управляющую компанию Причина их проблемы – это дырявая крыша дома Общалась с жильцами Оксана Тебенихина Русскому человеку присуще чувство радости от одной лишь мысли о скором наступлении весны Но только не Сергею Молодой человек с семьей живет практически под открытым небом А это, с позволения сказать, крыша, больше напоминает дуршлаг Каждую осень, когда идет дождь и каждую весну протекает крыша То есть, когда протекает крыша, соответственно, у меня протекает потолок То есть, в двух-трех комнатах И уже история с тазиками, когда мы подставляем их, она стала повседневной А наша доблестная ДЖО, то есть, она не реагирует на наши просьбы жильцов непосредственно Вечный водопад не позволяет Сергею сделать ремонт в квартире А ведь стены уже начали покрываться черной плесенью Крыша прогнила и проржавела до такой степени, что потеряла весь смысл своего существования Обращение в ДЖО, чего и следует ожидать, результатов не принесло А директора учреждения на рабочем месте никогда не бывает Классика жанра Писали заявление, приходила комиссия, то есть, составляла протокол акта Это, потом я вам все это покажу, все документы То есть, ну, никаких действий от ДЖО, оно, как бы, нет Здравствуйте, мы являемся жильцами дома номер 13 по Держинскому, да? И вот у нас некоторые вопросы к вам То есть, крыша, она как текла? И в этот раз хозяйки Медной горы на месте не оказалось Сергей уже устал слушать однообразные отговорки по поводу того, почему его крышу не ремонтируют Оказывается, 13-й дом стоит во второй очереди, чуть дальше от дороги И на архитектурный облик улицы никак не влияет Как же так получается? За обслуживание и поддержание в должном виде жилья он платит ежемесячно А услуги от компетентного органа не получает? Неужто его квитанция об оплате не такие хорошие, как у владельцев квартир, чьи окна выходят на проезжую часть? Странная политика Теперь о другом Уже в этом году в школу вернутся сочинения в качестве допуска к единому государственному экзамену Среди педагогов, учеников, да и их родителей эту новость встретили неоднозначно Первая попытка написать сочинения ожидает выпускников уже в декабре Об этом на сегодняшнем брифинге рассказали региональные чиновники от образования По поручению президента Российской Федерации в этом году вступают в силу изменения в порядок аттестации будущих выпускников школ Теперь, чтобы ученика допустили до ЕГЭ, ему необходимо написать сочинение или изложение, в зависимости от ситуации Сочинение вводится как элемент, позволяющий определить допуск выпускников средних общеобразовательных учреждений или выпускников 11 классов к единому государственному экзамену или в целом к государственной итоговой аттестации Сочинения могут обязательно для написания выпускниками 11 классов общеобразовательных организаций Кроме того, сочинения могут писать выпускники прошлых лет, выпускники школ, находящихся за рубежом Российской Федерации А также лица, желающие поступать на гуманитарные специальности в ВУЗы, где сочинение определено дополнительным вступительным испытанием Первое выпускное сочинение ученики напишут уже 3 декабря По желанию, итоговые сочинения смогут написать и выпускники прошлых лет для предоставления его результатов в ВУЗы Основные темы итоговых сочинений уже определены, всего их 5 Время написания работы 3 часа 55 минут Минимальное количество слов 350 Это что касается сочинений В изложении достаточно будет и 150 слов Зачтена работа или нет, будет известно уже через 2 месяца У тех, кому не удалось пройти по всем критериям, будет одна возможность переписать работу Или же придется подождать следующего года В случае получения незачета у него есть возможность еще раз написать Еще один раз написать это сочинение Это 4 февраля 2015 года и 6 мая Вообще сочинение, как основную часть аттестационной программы, было решено вернуть для того, чтобы поднять уровень грамотности молодежи Привите интерес к чтению классической и современной литературы Вся необходимая информация размещена на сайте областного министерства образования и на портале ege.edu.ru И еще одну сегодня встречу с журналистами провели только уже чиновники из городской администрации Речь на ней шла о причинах возникновения пожаров и профилактической работе городских спасателей В администрации города прошла конференция с участием представителей государственной противопожарной инспекции Поводом для проведения мероприятия стало увеличение количества пожаров на территории нашего города В связи с наступлением осенне-зимнего периода я попросил вас не перегружать электрические сети различными обогревателями Не использовать самодельные, не серфиксированные электроудлинители Особое внимание хотел бы обратить на эксплуатацию личных бань и сал Также при наступлении сухой погоды начинают убирать приусадебные участки Собирать в кучу листву и чтобы не утруждаться вывозом этой листвы Пытаются ее сжечь вблизи жилых домов и различных строений Что может привести также при большом ветре к разлету искр и загоранию близлежащих построек К тому же первые заморозки не сулят ничего хорошего Первый лед самый тонкий и именно он так и манит особо любопытных граждан На поверхность хрупкого и неустойчивого льда у нас устремляются в первую очередь дети и подростки Особенно неосторожны в этом отношении бывают дети Но несмотря на это взрослые люди также пренебрегают правилами безопасности Взрослые в преддверии будущих зимних каникул особое внимание хочется, чтобы оставляли за контролем своих детей Поведением их на улице А теперь о высокой культуре, вернее театральном искусстве На сцене Рязанского театра драмы начались гастроли Московского государственного историко-этнографического театра Но уже даже судя из названия зрители увидят колоритные фольклорные постановки С таким явлением, как историко-этнографический театр, мы, рязанские журналисты, столкнулись впервые Хотя он успешно существует уже на протяжении 25 лет Идея создания историко-этнографического театра возникла у студентов-выпускников училища имени Щепкина 80-е годы прошлого века после работы над дипломным спектаклем «Снегурочка» по пьесе Александра Островского Эта постановка имела большой успех во многом благодаря синтезу классического произведения и народной песни Тогда уже во время учебы возникла мысль не разбегаться по другим театрам, а попытаться создать театр вот такого направления То есть синтеза профессионального театра со всеми его атрибутами и возможностями и народной традицией в целом Это была изначально такая вот отправная точка идеи В этом направлении и продолжил работать коллектив, став единственным в стране драматическим театром, изучающим на сцене традиции и фольклор В нашем городе его актеры гастролируют впервые В их планах показать рязанскому зрителю несколько постановок В их числе посвящение Александра Пушкина ученик лицея Замечательная вещь в двух действиях комедия О Фроле Скобееве и драматическую хронику смутного времени Тушина Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска Продолжает эфир телеканала «Город» программа подробностей Гостем студии стал сенатор Игорь Морозов Речь пойдет о сложившейся в мире международной обстановке На сегодня это все и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова